Я всех приветствую, уважаемые друзья, меня зовут Перпетум или же Александр, и сейчас я поиграю в очень интересную, необычную и в то же время безумно красивую визуальную игру под названием Шрёдинг Гост. И здесь я буду играть за кота Шрёдингера. Да, ребята, того самого кота Шрёдингера. Если кто не знает, что это за кот, сейчас я попытаюсь в двух словах объяснить. В общем, суть в том, что это кот, который одновременно и жив, и мёртв. Да, такое бывает. Как-то раз учёный с фамилией Шрёдингер, как бы это странно ни звучало, решил провести эксперимент. В коробку он посадил кота и положил туда небольшое количество радиоактивного вещества, которое распадалось очень-очень-очень медленно. И спустя один час мог распадаться всего лишь один атом этого вещества. Но так же всё могло пройти как по маслу. И если вдруг этот атом распадался, то срабатывал механизм, который отравлял этого кота. Но в то же время механизм мог и не сработать, так как атомы не стали распадаться. И кот выживал. То есть где-то с шансом 50 на 50 кот мог умереть, а мог выжить. И пока эту коробку не откроешь, ты не знаешь наверняка, кот жив или мёртв. И никто в этом мире не может знать, кот жив или мёртв. Вот так вот и получается, что это одновременно и живой кот и мёртвый, потому что никто не знает, как выглядит этот кот в данный момент. Ну, в общем-то, играть я буду как раз-таки за этого кота, который сидит в коробке. Вот, видимо, тут какое-то радиоактивное вещество я вижу. А здесь яд, который этого кота самого и отравлял. Ну что ж, давайте немного побегаем. Видимо, это дом Шрёдингера. Тут есть камин. Я бы просто полежал возле камина, погрелся, чтобы этот грёбаный учёный не проводил эксперименты над бедным котом. Потому что я люблю котов. А вот, видимо, это он и есть. И, по всей видимости, мне нужно сделать так, чтобы он меня не заметил. Было бы неплохо просто взять эту колбу с ядом и кинуть в этого учёного, потому что он обидел бедного котика. Вот он ходит, просто ходит. Вокруг он не знает, жив я или мёртв. Он думает, что это просто коробка с котом и как бы всё хорошо. Но он не знает, что задумал этот кот. Хотя я и сам не знаю, что задумал этот кот. Так, ладно. Сюда нужно бежать, да? Окей, побежали. Бубум-бубум-бубум-бубум. О, опять Шрёдингер пришёл. Это ведь Шрёдингер или кто это? Я не могу понять. Так. Интересно, интересно. Он никуда не уходит. О! Отлично, отлично, отлично. Вот как раз-таки кот умер. Он был живой, а сейчас он умер. У него целых два состояния в этой игре. Ну и, по всей видимости, я не знаю, нужно выключить свет, чтобы он меня не видел, и убежать. А, да, я оказался прав. Довольно простая головоломка оказалась. Так, нужно пройти теперь дальше. Опять нужно выключить свет. Хорошо, что он хоть духа не видит этого кота. Привидение просто летает, и... Как будто бы всё хорошо, ладно? Просто побежать нельзя. О, 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 изыди, да? Я понял. А что, если попытаться залезть в розетку? О! Действительно можно залезть в розетку. Всё, я ухожу от вас. Я отправляюсь в рай. Кошачий рай. У-у-у. У котов есть рай? Я не знаю. Помню, был мультик. Все собаки попадают в рай. Там у собак был рай. Ой. Так, и нужно теперь быстренько побежать. Видимо, я смогу выбраться на улицу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Уходи, уходи, Шрёдингер. Уходи. Всё, кот просто бежит дальше Такая шпионская тема Из розовой пантеры Сниф-сниф Сниф-сниф Эм Что, нужно картину на него скинуть, что ли? Или чё? Ничего сделать нельзя Ладно, тогда полечу в розетку Эм Выключатель И что? Подождите, в чём суть? Он просто скушал ножку И всё? Я так и не понял толком, что произошло Я хотел убить Шрёдингера А он скушал ножку Почему я выключил выключатель И он взял ножку из картины? Где вообще связь? Как это произошло? Ну, зато я понял, что там есть розетка И как-то до этой розетки нужно добраться Вот только как, мне непонятно, честно говоря Если полететь вот так, может? Может быть, можно как-то с предметами взаимодействовать? О, другая музыка заиграла И опять другая О, ему нравится рок-н-ролл Отлично Так, у меня есть предположение Я могу стать здесь И, наверное, я могу скушать эту ножку Если я стану так Выключу выключатель Ножка упадёт Почему ножка не упала ко мне? Она просто исчезла Это несправедливо, ладно Так, а что теперь? О! Сейчас нужно Выключить выключатель И тогда наковальня упадёт на него? Она упала на кота? Или на Шрёдингера? Я не могу понять Ну, видимо, на Шрёдингера Потому что мой кот Мару Сидит на троне Интересно, интересно, интересно В общем-то, ребята Вот такая вот игра Жаль, она короткая Но выглядит визуально Она очень красивая И мне она понравилась Побольше бы таких игр Тем более, она была создана Всего лишь за 48 часов А нет, за 72 часа Я ошибаюсь, ребята В общем-то С вами был Перпетум Или же Александр Большое спасибо за просмотр, друзья До новых встреч Удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok